Поговорим сейчас с экономистом. Олег Пензин пересоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. День добрый. Олег, мы вот только что посмотрели сюжет, как россияне жалуются на рост цен, при этом часть доходов вынуждены отдавать на погашение долгов, и с работой там есть проблемы. Что сейчас происходит с экономикой страны-агрессора? Перегрев. Ну, собственно, об этом говорится уже не первый день. Смотрите, когда мы с вами говорим о секторах российской экономики, мы должны понимать, что достаточно большое количество выплеснутых военных заказов на предприятия машиностроения привели к тому, что на так далеко не самом простом рынке труда возник существенный дефицит. Ну, объективное увеличение объема производства привело к тому, что для того, чтобы привлечь рабочую силу на эти предприятия, ну и под зонтиком очень крупных военных заказов, производители, естественно, начали повышать заработные платы. При этом сектор, производящий товары народного потребления, а особенно сектор, производящий продовольственную продукцию, позволить себе этого не могут, потому что им никто такие заказы не сбрасывал. И они, во-первых, начали достаточно стремительно терять рабочие руки. В первую очередь это ударило по сельскому хозяйству, где самая высокая доля ручного труда с достаточно низким уровнем оплаты. А во-вторых, существенно это повлияло и на возможности производить продукцию в, скажем так, в мирном секторе. При этом предприятия, которые теоретически могли еще позволить себе повышать зарплату, до того, чтобы не сманивали их рабочие кадры, объективно вкладывают эту новую заработную плату в себестоимость продукции. Как следствие, резко увеличилась цена на их продукцию для конечного потребителя, потому что никто же не будет платить заработную плату своим сотрудникам из собственного кармана. И вот сейчас мы имеем те же самые тенденции, которые были в Советском Союзе последние десятилетия его существования. Когда очень высокий процент роста военных расходов, когда очень высокая доля военных расходов в государственном бюджете приводила к тому, что происходило очень серьезное искривление структурой национальной экономики. То есть тот рост заработных плат, который сопровождается в ряде отраслей, связанных с высокими военными заказами, автоматически подгоняет рост цен и в секторе, который, естественно, этих заказов не имеет. Как следствие, мы имеем, во-первых, дефицит продовольствия, который начинается активно перекрываться импортом. Но опять же, смотрите, что значит импорт? Импорт, во-первых, это жесткая привязка к обменному курсу. Импорт – это дополнительная потребность в валюте, потому что за рубли же никто продавать не будет. Импорт – это, скажем так, смерть собственным товаропроизводителям, потому что конкурентную борьбу с достаточно дешевой продукцией ни один отечественный производитель не выдержит, российский. Ну, по разным причинам. Первое – это отсутствие рабочей силы дешевой. То есть все эти картинки приводят к тому, что идет постепенное замещение, например, тех же яиц, которые раньше производились российскими предприятиями, на яйца, которые едут из Турции, там, из Ирана, из других стран. То же самое происходит с курятиями. То же самое сейчас активно начало происходить с овощами. Резко подскочили овощи в цене, рынок начинает заполняться импортом. Как следствие, отечественный российский производитель не выдерживает этой конкуренции. То есть вот эти тенденции приводят к тому, что резко увеличивается продовольственный импорт. Резко увеличивается импорт товаровнородного потребления, который и так в действительности был преобладающим на российском рынке. Все это, естественно, ведет к скрытому росту цен, все это, естественно, ведет к инфляции, которая Росстатом в той или иной степени не фиксируется, потому что, ну, явно 7-7,5% инфляции, которые фиксирует Росстат в 2023 году, он не соответствует действительности. Вот приблизительно такая картинка сегодняшней экономики. Ну, кроме проблем с ростом цен, начались у россиян недавно и проблемы с платежными системами. Центробанк отозвал лицензию у Киеви-банка, и крупнейшая в стране платежная система Киеви приостановила платежи. По объемам это она была действительно крупная, потому что насчитывала более 27 миллионов активных клиентов, почти 14 миллионов цифровых кошельков. Система позволяла россиянам без открытия счета совершать платежи. То есть теперь перестали работать платежные терминалы, электронные кошельки, и клиенты остались без возможности вывести свои средства. О чем это говорит? Что будет дальше? Не, ну, смотрите, в принципе, я бы посмотрел более широко на эти процессы. В действительности проблема жесткого контроля государства за деятельностью граждан началась достаточно давно, с того момента, когда стало невозможным приобрести анонимно стартовые пакеты на сотовую связь. Ну, то есть на сегодняшний момент любой стартовый пакет вы приобретаете в Российской Федерации при представлении паспорта. Сейчас начали достаточно активно зажимать вопросы, связанные с перечислением средств анонимно. Потому что если вы перечисляете средства без открытия счета, ну, по сути дела, вы осуществляете платеж, который, по большому счету, не подконтролен государству. Каждый раз, когда вы приходите открывать счет, вы достаточно жестко верифицируетесь. Все платежные системы, а это будет и дальше, которые давали возможность переводить деньги анонимно, которые не требовали глубокой верификации при проведении расчетов, они, естественно, будут достаточно жестко преследоваться и закрываться. Это первый момент. Второй момент, который, очевидно, следует ожидать, это резкое ухудшение механизма перечисления денег на карты, которыми, например, люди пользуются в странах ближнего зарубежья. Азербайджан, Армения, Грузия. То есть там, где достаточно много россиян, и там, где очень востребованными на сегодняшний момент являются карточные переводы. Это следующий момент, который будет очень жестко, скажем так, верифицировать граждан и приводить их в очень жесткий контроль по отношению к государственным институтам. То есть все то, что на сегодняшний момент удавалось сделать анонимно, без открытия счетов, все то, что удавалось сделать более-менее без жесткого контроля государства, будет закрываться, и, естественно, все будет переводиться в жестко контролируемые процессы. Ну вот, кроме того, после отзыва лицензии у вот этого Киви-банка, у россиян, получается, появились проблемы с выводом денег за границу, потому что платежная система «Контакт» перестала работать. Об этом писали РосСМИ. Это одна из двух систем, которые пользовались россияне. Онлайн-переводы с карт «Мир», «Виза», «Мастеркард», они были доступны в Армению, Азербайджан, Грузию и другие страны. А чем обернулся сейчас для россиян проблемы с этой платежной системой? Ну, смотрите, Россия выстраивает железный занавес. Приблизительно такой же, как было во времена Советского Союза. Для того, чтобы выстроить эффективно железный занавес, нужно устроить очень жесткий контроль за собственными гражданами. Контроль, естественно, можно устроить через те институции и через те инструменты, которые существуют на сегодняшний момент, и к которым люди привыкли. Любые анонимные мероприятия, любые анонимные действия, любые системы, которые позволяли не верифицироваться окончательно, не показывать свой паспорт, код, показывать отпечатки пальцев, лицо и так далее. Все это на сегодняшний момент будет достаточно жестко гнобиться. Поэтому то, что сейчас происходит, еще раз говорю, с экономической точки зрения, ну и в принципе, я так понимаю, с политической, это выстраивание железного занавеса, который был достаточно актуален в Российской Федерации, в Советском Союзе, последние десятилетия ее существования. Ну, не только в России проблемы внутри страны с экономикой, но и крупнейшие банки Китая, например, которые в пятерку лидеров по величине активов входят, они перестали обслуживать компании Российской Федерации, которые попали под санкции. Те же Россми пишут, что банки отклоняют все платежи, подступающие от российских потенционных финансовых организаций, вне зависимости от системы, это SWIFT, российская, китайская. К чему это в дальнейшем приведет? Ну, смотрите, а это уже как бы другой момент. Мы с вами очень хорошо знаем о том, что Министерство финансового Соединенных Штатов Америки получило достаточно уникальные полномочия для отслеживания подсанкционных операций, которые производятся в американских долларах через курсчета американских банков. Если мы с вами вспомним, например, структуру экспорта-импорта Китайской Народной Республики, то доля российского экспорта-импорта в общем объеме китайского составляет где-то 200-210 миллиардов долларов в год. Американцы торгуют с китайцами на общую сумму где-то 780 миллиардов, европейцы до 800 миллиардов. Совокупно европейские и американские рынки для китайцев это полтора триллиона долларов. Ну вот по сравнению с теми 200 миллиардами российскими. Поэтому, естественно, любые санкционные ограничения, которые могут быть введены в качестве наказания за проведение операций с подсанкционными российскими компаниями, очень здорово ударят по китайской экономике. Она и так сейчас находится в достаточно тяжелом состоянии. Там есть реально резкое замедление темпов развития. Там есть резкое ограничение поступления средств от венчурных фондов и инвестиционных компаний американских, европейских, высокотехнологических отрасля китайской экономики. Крупные международные гиганты начали активно изучать индийский рынок труда с точки зрения размещения там новых производств, постепенно выводя их из Китайской Народной Республики. То есть там есть куча своих сложностей. Нужно понимать, да, Китай – это мировая фабрика. Но мировой научно-исследовательский центр и мировой финансовый центр – это все-таки Соединенные Штаты Америки и Европа. И все-таки научно-исследовательский центр определяет, где будет производиться с инвестициями от мирового банка, где будет производиться его продукция. И в этой ситуации Китай достаточно, ну вот сегодня, может пострадать от операций, связанных с российскими подсанкционными компаниями. Поэтому китайские банки, чтобы не рисковать, кстати, это касается не только Китая. Пожалуйста, яркий пример – Турция. Зачем далеко ходить? Индийцы вообще очень жестко, проводя расчеты исключительно в рупиях, на сегодняшний момент вообще россиянам предложили скопившиеся рупии на счетах российских нефтяных компаний далее вложить в индийскую экономику, потому что использовать их по-другому нельзя никак. Так что в этой ситуации вот все то, что происходит с российским экспортом и импортом, все то, что происходит с российскими подсанкционными компаниями, оно на сегодняшний момент все более и более ужесточается политикой, в частности, нынешней американской администрации. Так оно будет и дальше. Потому что первая волна – это введение санкций, вторая волна – это ужесточение контроля за их исполнением. При этом, если мы с вами посмотрим, что в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний момент увеличилось количество уголовных дел, связанных с санкционным обходом, и идет арест имущества, и идет арест активов компаний, которые стараются обходить санкции для заработков. Поэтому, естественно, этот процесс абсолютно ожидаем. Ну, действительно, у России проблемы не только с банками Китая и Турции, как вы сказали, еще и Арабские Эмираты тоже не очень хотят с ними работать. И из-за этого рубль продолжает дешеветь. Уже курс евро в России превысил 100 рублей. Каковы ваши прогнозы? И дальше он будет падать? Или этот курс будут искусственно сдерживать в России? Ну, смотрите, курс зависит от двух вещей. С одной стороны, предложение валюты, а другое дело спрос на валюту в экспортно-импортных операциях. Спрос на валюту очень здорово формируется, исходя из потребностей внутреннего рынка. Ну, помните, мы с вами говорили за огурцы и помидоры, мы с вами говорили за яйца и курятину. Если вы не в состоянии производить сами, вам нужно будет это закупать. Закупать вы будете это исключительно за свободно конвертируемую валюту. Вот вам, пожалуйста, сегмент нового спроса. Поступление валюты на рынок. Ну, традиционно это было с российских экспортных товаров. В первую очередь это нефть, газ. Но если вы продаете нефть за рупии и юани, если вы для того, чтобы получить валюту, начинаете продавать свой золотой запас, в противном случае вы просто не можете, скажем, саккумулировать средства, необходимые для поддержания курса, то у вас, естественно, впереди ожидает падение национальной денежной единицы. Пока у вас есть валютные резервы, пока у вас есть золото, пока у вас есть еще сегмент товаров, которые вы продаете за свободно конвертируемую валюту, вы этот курс будете поддерживать. Но чем больше будет спрос, чем больше будет уходить товарных позиций на импорт, просто потому что вы не сможете производить это самостоятельно, речь идет не только о сельском хозяйстве, речь идет и о товарах народного потребления, тем больше будет спрос на валюту. И у вас тогда будет альтернатива. Для поддержания курса либо вы будете ограничивать импорт, концентрируя наибольший уровень поставок в города-миллионники, Москву, Санкт-Петербург, при этом лишая поставок окраины, национальные, небольшие городки, и тогда ждите колбасной электрички, это нормальный процесс, ну, как это было в Советском Союзе. Либо вы будете искать способы, каким образом увеличить поступление валюты. Но здесь, опять же, достаточно большая сложность, потому что торговать за доллары, это попадать под контроль американского министерства финансов. Торговать за национальную денежную единицу других стран, например, там, юани или рупии, это оказываться с деньгами, которые, по большому счету, никому не нужны, даже той стране, которая у вас купила за эти деньги ваши природные ресурсы. Так что ситуация в действительности достаточно сложная. Олег, хотела еще спросить у вас по поводу 13-го пакета санкций от Евросоюза. Кулуарные такие игры. Радио Свобода сообщает, что Венгрия пыталась и ей не удалось снять санкции ЕС с трех российских олигархов. По данным журналистов, Венгрия хотела исключить из списка Усманова, Кантора и Мазепина-младшего, но снова потерпела неудачу. Официальный журнал ЕС называет Усманова прокремлевским олигархом, с особенно тесными связями с Путиным. Его яхту стоимостью 600 миллионов долларов уже арестовали ранее. Как можете прокомментировать эти попытки в Венгрии? Ну, смотрите, давайте начнем вообще с 13-го пакета. Он у нас слабенький по отношению к тем, которые принимались раньше, потому что он приурочен к 24 февраля, к началу активной фазы боевых действий в Украине. Вот эта ситуация, она, естественно, привела к тому, что и Еврокомиссия, и в целом, как бы, те, кто формировал этот пакет, решили его максимально упростить, для того, чтобы не заходить в долгие дебаты со странами, которые объективно занимают особую позицию, как в том старом советском мультике «Баба-Яга против». Ну, вот у нас в Венгрии часто выполняют функции этой чисто условной «Баба-Яги», которая всегда против. Так вот, для того, чтобы не усложнять процесс принятия 13-го пакета, приуроченного к 24 февраля, естественно, там он максимально был упрощен, и, по сути, там нет никаких серьезных секторальных санкций, там нет расширения контроля заранее принятыми санкционными ограничениями. Там, по сути, пакет, который касается персональных санкций на компания и физических лиц. Да, были там попытки блокировать несколько физических лиц, о которых вы сказали. Венгрия выступила против того, чтобы в эти санкционные ограничения, персональные, попали ряд китайских компаний, которые были замечены в торговле с Российской Федерацией под санкционными товарами. Но вот как бы Еврокомиссии удалось преодолеть эти вещи, тем более, еще раз говорю, это далеко не такие принципиальные моменты, которые были, например, в том же 12-м пакете, да, вот как рынок алмазов, например. Поэтому 13-й пакет, он такой, я бы сказал, презентационный, вот такое аккуратное слово. Хотя, опять же, нужно понимать, что мы услышали уже от позиций политиков стран Балтии о том, что нужно начинать действительно готовить серьезный 14-й пакет, где будут все те вопросы, которые на сегодняшний момент уже накопились по целому ряду секторов экономики Российской Федерации, которая никоим образом не охвачена. Ну, например, тот же сжиженный газ автомобильный, да, которого Россия вот за прошлый год продала в Европу на 18 миллионов тонн. Это где-то приблизительно 1 миллиард долларов в месяц она получала от продажи этого газа. С подобной инициативой уже выходили поляки, мы уже слышали подобные мысли от стран Балтии. Есть идея подвергать запрету, особенно в связи с крупными протестами польских аграрий и, в принципе, европейские аграрные конфедерации сегодня бастуют. Есть идея распространить санкционные ограничения на российское продовольствие, которое, в принципе, продолжает заходить в Европейский Союз. Так что 14-й пакет, скорее всего, начнут обсуждать сразу, как будет официально объявлено о принятии 13-го пакета. Ну да, кстати, в Литве и говорили об алюминии или ядерных санкций против Росатома. Ну, будем надеяться, что будет обсуждать, и все-таки секторальные санкции будут действительно в 14-м пакете. Но Россия тоже решила отомстить и санкции. Госдума денонсировала соглашение с Британией от 1956 года о разрешении английским судам ловить рыбу и останавливаться у Кольского полуострова. Спикер Госдумы так это и прокомментировал. Мол, нашу рыбу 68 лет ели англичане бессовестные, объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион меню рыбное формируют из нашей трески. Это была цитата. Так поквитались с англичанами? Ой, слушайте, давайте мы не будем обсуждать эти танцы с бубном. Ну, честно. Там много веселого говорится. Если все обсуждать, то времени точно не хватит. Все эти вещи, это не более чем способ хоть каким-то образом плюнуть в спину уходящему соседу. Ну, вот по-другому это никак я воспринять не могу. Поэтому я думаю, что все эти заявления, нет смысла достаточно серьезно обсуждать, за ними ничего не стоит, по большому счету. Ну, а кадровый голод, который охватил почти всю Россию, на это уже второй год жалуются бизнес, власти, о котором вы говорили. Спрос на труд превысил предложение. И говорят, что свободные руки остались только на Кавказе. Действительно ли это так? И как этот кадровый голод может повредить экономике в перспективе? Ну, смотрите, добавленную стоимость создают рабочие руки. Это мы все знаем с вами еще с курса экономики высшего учебного заведения. Если у вас нет рабочих рук, то у вас нет развития экономики. Откуда брать рабочие руки? Я не знаю насчет Кавказа, но то, что на сегодняшний момент серьезно обсуждаются вопросы о централизованном завезении мигрантов из стран Юго-Восточной Азии, из Северной Кореи, в частности, в сельское хозяйство, строительство, в жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации, там, где наибольший дефицит на сегодняшний момент рабочих рук. Об этом уже неоднократно говорят. В частности, приглашать индейцев, приглашать представителей Северной Кореи. Проблема заключается в следующем. Языковый барьер, сложности адаптации. Мы же понимаем, да, что люди, приезжающие из этих стран, это люди со своей культурой, со своей религией, со своими национальными особенностями. Эти люди очень плохо интегрируются в существующий социум. Они всегда создают отдельное землячество. Это отдельный абсолютно анклав формируется. Анклав чужой страны на своей территории. Поэтому это далеко не выход. Но исходя из тех особенностей рынка труда, которые сейчас есть в Российской Федерации, я думаю, что они вынуждены будут искать какой-то выход. Вот те условия перегрева экономики, с которыми мы, собственно, начинали наше общение, ведет к тому, что в России сегодня катастрофический голод, связанный и с демографической ямой, и с огромным количеством людей, которые работоспособны в возрасте, которые покинули Российскую Федерацию в период так называемой частичной мобилизации. При этом уехали наиболее квалифицированные кадры. И в связи с перегревом экономики, в связи с военными заказами. Так что все это, естественно, требует очень серьезных решений для российской власти на рынке труда, которые точно не будут популярны в обществе, и точно не привнесут в российское общество какой-то положительный элемент. Ну, мы надеемся, что это подтолкнет россиян наконец-то все-таки выйти на протесты против власти. Спасибо вам, Олег, что присоединились к нашему эфиру. Олег Пензин, экономист, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова